Добрый день! Добрый день всем, кто смотрит это видео. Сегодня у нас погода ветреная, такой большой ветер. И я вот сейчас шла в город по своим делам, но встретила свою приятельницу, сеньору Кристину, и она меня пригласила на кофе в бар для пенсионеров. Вот здесь находится бар в этом здании, здесь библиотека, бар. И мы решили все-таки пойти посидеть. Свои дела я отложила, потому как погода нелетная, как говорят, немножко прохладно, но ветер сильный. Поэтому мы сейчас пообщались немножечко и решили пойти в бар, посмотреть, как же живут испанские пенсионеры, чем же они занимаются и вообще, что за бар для пенсионеров. Она мне сказала, что здесь в основном обслуживают только пенсионеров, но пенсионер может пригласить с собой двух человек, не пенсионного возраста. Но я спросила там, что будут требовать документы какие-то. Нет, ничего не будут требовать. Она пенсионер, и с ней можно еще двум человеком. Там, оказывается, есть обеды. В час дня где-то и достаточно много народа, говорят, всегда на обед приходит. И, между прочим, я часто здесь прохожу и смотрю, да, всегда много людей там на террасе. Поэтому мне тоже интересно. И сейчас мы пройдем вместе с ней. Но она отказалась, чтобы ее снимали на видео. Говорит, я не в форме в следующий раз. Поэтому сейчас мы приближаемся именно к бару. Там терраса даже наверху вот есть у них. И столики. Ну, обычный барчик такой. Но вот заказали чай с круассанчиком. И сидим, общаемся. Она рассказывает, что она ездила на экскурсии от пенсионного форта. И говорит, очень ей понравилось где-то недалеко. Кофе заказали. Предлагают сахар, сахарин. Можно на выбор любой дают. И сахар, и сахарин. Вот. И она говорит, вот забыла. Надо было сказать, чтобы в чашечки подали. Но они дают почему-то в стаканах. Но не важно. Кофе я попробовала. Вкусный, мне понравился. И народ, смотрю, подходит. Вот такой барчик. Это на террасе. И кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, сейчас зайду в серединку. Посмотрю, что в серединке. А, вот смотрите. В серединке много народа. Потому как на улице ветрено. Поэтому в основном в серединке. Столики здесь общаются. Она говорит, можно приходить сюда. Вот целый день. Они работают с 9 утра. И до вечера. Здесь доска объявлений. Разные курсы здесь есть. И вот второй зал. И еще там дальше. Еще зал есть. Туалет. Все очень чистенько, уютно, красиво. Но время еще сейчас не обидное. Сейчас полодиннадцатого. Поэтому в основном приходят пообщаться сюда. Я так поняла. Ну, в середине достаточно уютно. Видите? Сидят все. Отдыхают, общаются. И многие бегут сюда. Вот, наверное, может уже к обеду даже. Ну, обычный бар. Но летом я смотрела всегда. Здесь очень много народа. И вот мне Кристина говорит, что очень вкусно готовят. Вот я заплатила за кофе. 2,15. Кофе и маленький такой круассанчик. 2,15. Да, это дешевле, чем в других барах. Самый дешевый кофе – это евро 50, евро 60 даже. Евро 60 и выше. Поэтому здесь нормально. И там, вот смотрю, подходят немножко люди. Вообще интересно. Вот интересно, в других странах есть такие бары? Если кто знает, напишите. Мне тоже интересно. Все, мы выпили кофе, чай, посидели, пообщались и решили пойти дальше. Вот такая площадь здесь рядышком. Здесь всегда концерты проводят. Интересно. Но так как сегодня ветрено, поэтому людей как бы мало и не сезон туристов. Когда будут туристы, здесь, конечно, будет намного, намного интересней. Вот на этом буду заканчивать свое видео. Показала вам бар-ресторан для пенсионеров. Всего хорошего всем. До свидания. До новых встреч.